Расходы выросли, запросы изменились. Проект бюджета нового года предварительно обсудили на заседании профильного комитета областного парламента. Расходная часть превышает показатели прошлого года на 9,5 миллиардов рублей. У депутатов свои предложения, как расставить приоритеты в главном финансовом документе. Расходы региональной казны – это главная тема на всех профильных комитетах областного парламента. В проекте нового документа они выросли на 9,5 миллиардов рублей. Как и прежде, бюджет носит программный характер. Более 70% расходов в социальной сфере – это порядка более 41 миллиарда рублей. И нужно сказать, что, конечно, здесь такие программы, как социальная поддержка и защита населения, предусматривается 11,5 миллиарда. Это плюсом на 1,2 миллиарда к бюджету 2019 года. Это программа развития здравоохранения, очень важная программа. И 11,4 миллиарда предусматривается по данной программе. И здесь у депутатов больше всего вопросов. Интересует покрытие кредиторской задолженности медицинских учреждений. А еще дефицит в строке лекарственное обеспечение. Поясню, почему это я говорю. Потому что в генеральный бюджет дополнительно вынесено 12 миллиардов рублей, из которых около 120 придет в Ульяновскую область на лекарства. Частично мы высвободим, скажем так, для наших пациентов эту сумму. Вернулись и к вопросу приобретения склада для хранения лекарственных препаратов для льготников. Цена вопроса 20 миллионов рублей. В подобранном здании готово все, чтобы государственная аптечная сеть заработала уже в этом году. Депутаты подчеркивают важность проекта как для горожан, так и для сельских жителей. Парламентарии также рекомендуют увеличить финансирование коммунальной сферы жилого строительства. И при этом не забыть о сотрудниках отрасли культуры. Говорить о том, что денег не хватает, уже не актуально. Потому что на самом деле сейчас еще миллиардами здравоохранения добавляют. Сейчас это уже сосредоточит внимание, как эти деньги используются. И каким образом, насколько эффективно можно эти деньги использовать. Я думаю, что мы будем вносить правки в бюджеты не в ноябре, так и в декабре точно. Будем увеличивать как минимум на 2 миллиарда расходную часть бюджета. Большая часть этой суммы уйдет на здравоохранение. А остальное пока находится в процессе обсуждения. Потому что на самом деле у всех отраслей есть дополнительные запросы, которые не вошли в основной проект. Поэтому здесь нужно правильно определить приоритеты, чтобы эти деньги действительно сработали на благо наших жителей. Социально-экономическое развитие региона ранее уже заручалось государственной поддержкой. Это закрепили постановлением Совета Федерации по итогам дней Ульяновской области в российском парламенте. Действительно, масштабные проекты тоже обсуждают на комитете. Это финансирование обхода города Демитровграда в трассе Ульянов-Демитровград-Самар. Следующий блок – лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера. Деньги в документацию заложены, торги проведены, средства на строительство в федеральном бюджете на 21 год заложены. Та же самая история у нас с инфекционным корпусом детской областной больницы. Проектно-смертная документация законтрактована, разрабатывается. В следующий год мы получаем экспертизу. На профильном комитете депутаты успели рассмотреть и другие госпрограммы по развитию предпринимательства, формированию благоприятного инвестиционного климата, управлению государственными финансами и собственностью. Их финансирование в новом году также увеличено. Елена Тимунина, Кристина Агафонова, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.